Привет всем! Спасибо, что вы с нами на нашем канале. В Московском театре сатиры продолжают кипеть страсти. Боль, негатив, обиды, накопившиеся за последнее время артисты выплеснули во время сбора труппы, на котором руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин представлял коллективу нового художественного руководителя Евгения Герасимова. Ситуация в театре заметно ухудшилась после ухода с паста Шервинта. Сколоки с дирекцией стали обычным явлением. А худрук Сергей Газаров так и не сумел выстроить диалог с артистами. Все это привело к тому, что театр сатиры растерял зрителя. Премьеры малочисленны и об аншлагах в театре забыли. Газаров поснимал спектакли, которые кормили театр, произвел чистку труппы, изменил зарплатную политику. Сославшись на дорогую рекламу и ремонт, думающих артистов просто выдавили. Там такие махинации с выплатами, что Любимчик мог получить отличную премию, даже не репетируя. А другой артист мог репетировать днями и ночами и получить копейки. Да и многие СМИ и каналы жаловались в департамент, что Газаров сам себе выписывает деньги из бюджета на постановки. Например, 400 тысяч для адаптации пьесы «Тартюв». Все есть на сайте госзакупок. Исходя из этого, можно было предположить, что артисты с радостью примут нового художественного руководителя. Обычно такие встречи проходят формально. Однако встреча пошла не совсем по плану. Накопилось в артистах театра сатиры столько боли, негатива и обид, что во время сбора труппы, на котором департамент культуры представлял коллективу нового худрука, они не стали молчать и высказали представителю департамента все, что наболело. Получился жаркий дискусс. Да такой жаркий, что одному из артистов стало в прямом смысле плохо. Артисты, которым надоела неразбериха в театре, начали говорить о наболевшем. Так, Мария Ильина весьма эмоционально высказалась об объединении театров сатиры и Джигарханяна. Те, кто придумал это объединение, понимают, что такое театр. Труппа, театр, сатиры, два с половиной года сидит без работы. А у нас опять на сцене сериальные звездуны. Мы пережили тяжелые времена в перестройку, когда от нас ушел зритель. И каждый раз, когда приходит новая метла, от нас снова уходит зритель. По словам актрисы, постоянно звучат красивые речи, но все заканчивается тем, что приходят непонятные люди и используют нашу сцену. Об актерах же никто не думает. В таком же духе высказались и другие участники встречи. Отметим, что критика звучала исключительно в адрес прежнего руководителя Газарова. По ходу встречи страсти накалились до того, что молодому артисту Кириллу Анисимову стало плохо, пришлось вызывать скорую. Прямо во время собрания молодому артисту Анисимову стало очень плохо. Он начал сползать с кресла. Его подхватили коллеги и бережно спустили вниз. Вызвали скорую. И его с сердечным приступом увезли в больницу. Сообщили в театре. Итог собрания. Одна скорая, масса возмущений и обещаний от главы депкульта встретятся еще раз с трудовым коллективом. Последнее, конечно, обнадеживает. Возмущение артистов можно понять. Они уже отчаялись и не знают, что ждать от нового руководителя. Есть, конечно, надежда, что Герасимов может исправить положение с театром Луны. У него это получилось. Однако после двух с половиной лет Газаровщины полной уверенности в этом уже нет. Кстати, при назначении Александра Ширвинта на должность худрука театра сатиры здесь тоже было собрание, на котором все единогласно проголосовали за Александра Анатольевича. А сейчас мнение артистов, как говорят они сами, уже никого не интересует. Надеемся, что актеры ошибаются и их услышат. А вообще во многих театрах творится не пойми что. И нужно хорошенько разобраться с подведомственным депкульту театрами. А то многие театры уже превращаются в бордели с местными царьками, которые творят, что хотят. И управы на них нет.